Всем приветики! С вами Милис, и сегодня у нас на подходе новый симулятор, а именно строители. Так что будем что-то строить, домики, магазинчики, и не забудь поставить лайкосик, чтобы вышел следующий ролик. Не забудь подписаться на канал, на паблик, вконтакте, и все ссылочки в описании. Всё, поехали! Так, пожалуй, начнём с обучения. Здесь мы будем сами строить с самого нуля дом. И, в принципе, весь каркас дома. Добро пожаловать на фабрику строителей. Наверное, тебе интересно, почему ты находишься здесь. Всё потому, что дизайнер хотел, чтобы этот уровень был маленький. Меня зовут Бил Дилер, и сегодня я буду твоим самым страшным кошем. И лучшим помощником, да-да. Давай начнём с соснов. Следуй за мной. Ты знаешь, какую кнопку нажимать, правда? Нет. Я ещё ничего не знаю. Я совсем не знаю. Нажмите колёсико, чтобы открыть меню инструмента. Используй колёсико мыши или левый бампер. Попробуй сейчас. Нажми Q и активируй список задач, которые доступны, независимо от режима игры. И как только я начнёшь пользоваться контроллером, игра автоматически поменяет управление под него. Это поможет тебе не забыться. Фантастически. Можешь создавать... Можешь... Подожди. Чутку. Давай начнём с фундамента. Да подожди. Ого, господи. Слишком громкий. Так. Выбрать лопату, он сказал. Вот. Здравствуй. Лопата есть. Что дальше? Выкопайте лопатой траншея под фундамент. О-о-о. Ох ты. Нифига себе. Конечно, можно по проводе с геймпадом поиграть, но... Не знаю, насколько это будет удобно. Давай-давай-давай. Так, сейчас, получается, мы делаем фундамент. Потом, я так понимаю, мы будем его заливать. Заливать. Ставить какие-то железные палки. Опалубка и армирование. Как настоящий трейсер, ты должен использовать магазин для получения необходимых материалов. Так, хорошо. Чтобы открыть магазин. Отлично, да-да-да. Фундаменты. Выбью первый доступный в магазине. Список слева доступной категории, которые соответствуют этапам строительства. При покупке ты можешь выбрать количество товаров. Один, десять или сто. Купи сто единств. Опалубки и арматуры. Ого. Тик. Тик. Отличная работа. Ты знал, что удерживая левую кнопку мышки или правый триггер на кимать, ты можешь вставить их в мгновение ока. На каждом этапе строительства показаны голограммы, которые помогут тебе визуально понять, на каком этапе ты находишься. Ты знаешь шутку про то, как один человек работает, а остальные просто смотрят. Тсс. Та-та-ка. Спасибо. Я вижу, как ты смотришь, как я работаю. Так, берем первое. А, вот так вот оно работает. Я просто зажимаю мышку и веду. Ну, это радость, что не надо нажимать. Да, что ты там говоришь? Я занята. Не видишь, человек работает. Смотри, молча. Так. Great. Дело у нас по плану. Далее у нас по плану. Хрень, какая-то, в принципе, такой же, что с опалубкой. Хорошо. А палочки ввысь мы будем вставить, и железные. Без понятия, как это называется. Просто знаю. Сейчас я пополню, кажется, свои знания, в принципе. И в строительстве, видимо, домов. И чего угодно. Так. Отличная работа. Держись, заливки бетона. А теперь время креми декорации. Подойди, как тачки, залей бетон к фундаменту. А как? А как? А-а-а-а. Ой, господи, больно мой. Это мне вот так вот надо делать. Ну ладно, поехали, что ли. Мне вообще-то удобно, вообще-то. Господи, неудобно. Она так поворачивается. Еле-еле, эта тачка, господи. Как самые худшие тачки в магазине. Фонарик есть, ничего себе. Ой, боже мой. Можно без кримеров? Так, мы научились... С возвращением. Небось, все, гадаешь, откуда на прошлом уровне в такой тачке взялся бетон. Да. Разработчики не хотели затягивать уровень по времени. Типа, теперь уж давай разберемся, как его сделать. Да, мы будем даже сами мешать бетон. То есть мы тут вообще все сами будем делать. Даже сейчас выбирать пропорции для бетона. В игре ты можешь приготовить два типа смеси. Раствор и бетон. Раствор используется за склерепление блоков. Бетон используется при строительстве фундамента. Для начала включим бетонную мешалку. Давай, ты будешь терять один доллар каждую секунду, пока бетонная мешалка работает. Поэтому работай быстро и эффективно. Офигеть. Все необходимые ингредиенты находятся рядом с бетонной мешалкой. Наверное, надо взять тачку. Начнем с песка. Возьми лопатую и высыпь немного песка в емкость. А, у меня есть лопата, да. Я думала, где лопату взять? Емкость, вот туда. На! 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 Отлично. Потом вон у нас есть полосочки цемента и воды. На! На! Я пока умею только замешивать гипс. Самое время добавить цемент. Его можно взять в мешке на земле. На! 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 Ох, прекрасненько! Так, бросаем. Теперь тебе понадобится ведро с водой. Его можно найти в меню инструментов. Так, ведро с водой. На! 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 Отлично! Я... Я молодец. Я замешала бетон. Вот это да. По-моему, там какая-то клякса. Все, выключай! 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 Ну! Три кнопки. Бетон, раствор и авто. Ага. Выбери нужный тип смеси. На этот раз нужен бетон. Чтобы приготовить его автоматически, нажми кнопку авто. Это стоит немножко дороже, но зато экономит кучу времени. Великая власть всегда приходит с большей ответственностью, так же и с бюджетом. Так, то есть, он теперь мне второй раз замешивает? Я улучшу качество твоей жизни еще больше. Не думаю, что ты улучшишь качество моей жизни. Открой меню инструментов и выбери тачку. Тачка сегодня подсердится к бетонной шалке, да еще и совершенно бесплатно. Ой, ну спасибо тебе большое. У него точно проблемы с чувством и юмором. Так, теперь нужно перелить бетонную шалку. Так. Остановись, машина! Перелить бетон из бетономешалки в тачку. Офигеть. Асхитительно, правда. Мы не собираемся заливать фундамент снова. Нет смысла. Но очень скоро мы увидимся на следующем этапе. Офигеть. Теперь я научила делать бетон. И не только я. Так что ты тоже умеешь делать бетон. Можно, похвастом? Спроси, не встретили. Пора заниматься бетонной стяжкой. Хватит уже секретов. Поехали. А я, кстати, умею. Вроде... Ну, у меня есть теория, как делать стяжку бетонную. Там маячки надо выставить будет. Каждому зданию необходимо правильно бетонную штучку. Давай продолжим с того, на чем мы закончили на первом таймпе. Возьми свою лопату и начни копать землю. Так, ой, господи. Отстань. О, 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 отлично. Хоть быстро это все происходит. Ладно, тут как бы не земля. Тут как будто это солома. Отлично. Дальше понадобится песок. Ты можешь делать это двумя способами. Либо лопатой, либо тачкой. Иди кучу песка и набери немного песка с помощью лопаты. Теперь помести его в фундамент. Хорошо. Второй способ на... Давайте возьмем тачку. Хорошо, хорошо. А, а, тачка уже есть. Так. Чтобы закончить укладкой песочной подушки, просто... Что? Так. А, ух ты. А так экономнее, кстати, песочек брать. Я взяла одну лопату песка, получается. А, нельзя уже. Блин. Надо... Почему надо набирать лопаты? Так, все. Берем. Берем игру и поехали. Поехали, поехали. Чего-то еще, кстати, с оптимизацией игры не очень. Чувствуете? Хорошая работа. Теперь нам нужно купить арматуру. Каждый дом, который ты будешь строить, нуждается в арматуре, чтобы сделать бетон более прочный. Купи 30 единиц арматурной сетки. Мне нужно 30. Можно, пожалуйста, как бы... Придется покупать по 10. 10, 10, 10. Теперь помести их на подложку. Ага. Опять он там что-то говорит. Так. Так же самое можно просто зажать слева кнопку мыши, и оно все... Поместится. Теперь снова бетон. Приятно иногда плевать, правда? Отлично, у меня уже есть бетон. Поехали заливать. Поехали. Так, так, давай. Давай, давай. Я так понимаю, первый ролик у нас будет полностью обучающим, и во втором мы уже займемся настоящим строительством сами. Без вот этого... Металлолома, извините. Говорящего. Так, что ты хочешь мне сказать? Изоляция. Хорошо, что с изоляцией? Ну, не надо, не факты. Как изоляцию сделать? Не только на стену, но и на фундамент. А, для начала купим 30 единиц изоляции в магазине. Теперь настелим изоляцию. Изоляцию. Вау. Как оно круто укладывает. Превосходно. Спасибо. Хватайся за тачку и заливай последний слой бетона. Убери арматуру свою. Так, получается, мы все сделали изоляцию. Снова заливаем. Ты завершил этап обучения бетонной стяжкой. Далее все будет куда интереснее. Я надеюсь, игры с симуляторами обычно имитируют реальность. Но мы тут приготовили много интересных решений, которые заметно упростят и ускорят процесс стройки. Да? Например, ты, который сразу может мешать бетон. Я уверена. Следующее. Что у нас идет? Так, не так скоро. Копатель. Пришло время несущих стен. Скорее. О-о-о. Понятно. Теперь мы будем учиться. Три вида стены. Несущие стены. Гипсокартонные стены перегородки и бетонные перегородки. Поверь мне на слово стены. Самая приятная часть нашей работы. По крайней мере, ты увидишь эффект сразу. Ты должен купить пустотельные блоки в магазине. Купи сто штук прямо сейчас. Несущие стены. Пустотельный блок. Сто штук. Фантастика. Самое время взять раствор. Ты можешь найти его в тачке. Выбери мастерок и набери на него раствор прямо из тачки. Набранный однажды он застается на мастерке до тех пор, пока ресурс тачки не будет исчерпан. В итоге отличная экономия времени. Мы все отзывы к демо-версии читали, между прочим. Булки у меня присутствуют на систему больше, чем стройки. Ну так. Вау. А теперь мне надо поставить пустотельный блок. Используй мастерок и нанести раствор на пустотельный блок. Да. Уложи поверх него пустотельный блок. Ну. На. Новый уровень. Отлично. Никогда не думал, что кто-то сможет так быстро поднять уровень всего лишь за один бетонный блок. Да-да. Теперь ты открыл двойную укладку пустотельных блоков. Давай попробуем. Давай. Ага. А как будем пробовать? Понятно. Никак. Давай везде наляпаем. А что там за мини-игра? О. Круто. Круто. Можно мини-игру играть сразу. Хоп. Ух ты, ё-моё. Ну, в принципе, и так, и так быстренько это всё делать. Так что, ладно. Так. Как поставить сразу два? О, да. Это что? У тебя опять новый уровень? Да. О, мой перфоратор. Давай посмотрим, что будет теперь. Так. Их можно поворачивать с помощью правой кнопки мыши. Если подойдешь к лестнице близко, сможешь сложить и разложить их. Так. А зачем? Что мне с этим делать? Господи. Ты можешь подняться по лестнице. Какой? Это уровень перемычек. Никогда не слышала о них? Нет. Это элемент конструкции, который помогает распределить нагрузку на сцены. Можно спрыгнуть? Можно. Отлично. Давай купим перемычку в магазине. Так мы ещё блоки не выставили. Дай я блоки выставлю. Ладно. Нет, так нет. Так. Перемычка в магазине. А сколько он сказал купить? Отлично. О, господи. Время установить её на голограмму. Давай. Великолепно. Фига себе. На определённой высоте стен переходит. Переходит потолок. А, купи 20 потолочных блоков, да, блин? 20. Некоторые говорят, что выше нас только небо. Но в нашем случае выше только потолочные блоки. М-м-м-м-м. О. Размести почтопотолочные. Да-да-да, я уже это делаю. Нифига себе. Так легко просто потолок кладём. Надо же. Закончив работу, демонтируй леса с помощью дрели. Кого? Таким образом, когда твой дом построен так красив, ты можешь его сфотографировать. Да, у нас есть режим фотосессии. Прекрасно. Дрель. Чего мне с ней делать? Нет, это или это дрель, или это перфоратор. Разберите леса с помощью дрели. Какие леса? Как мне разобрать лес? А, вот этот? О-о-о. Следующим надо поставить дрели и окна. О, божечки мой. Ну, давай поставим двери и окна. Снова привет. Что-то здесь как-то подёргивается всё. Да-да, я поняла. Научишь меня ставить дрели. Ой, дрели, окна и двери. Да, пошли. Пошли, пошли. Пошли, всему меня научишь, мой друг. Кука, ты будешь со мной на стройке тоже вместе работать? В каждом доме должны быть двери для входа и выхода, а также окна для освещения. Но одна дверь может работать, как и вход и выход. Тут наша игра ничем не отличается. Помнишь, как на прошлом этапе мы ставили перемычки? В этот раз нам не придётся это делать. Но помни, без них никаких окон или дверей установить мы бы не смогли. Давай начнём с дверей. Ну, давай, я знаю, как они устанавливаются. Купи входную дверь. Входную. Окна, двери. Передняя дверь. Купить. Отлично. Выбери её в инвентарее и посмотри на вход в дом. Как видишь, дверь установлена неправильно. Выровняй её с помощью прокрутки колеса мыши. Когда всё будет готово, цвет голограммы тебе покажет. После установки двери можно выбрать узор, который тебе понравится. Вот колёсико мыши. Установить. Так, цвет. О, беленький, чёрненький и такой. О-о-о. Но это уже межкомнатные. Входная всё равно. Давайте вот такую стальную поставим. Ой, вот. Великолепно. Теперь пора бы тебе прикрутить петли. Выбери инструмент дрели, вставь подходящие петли. Вообще-то это делает перфоратор. Виндрели. Все винты, которые нужно закрутить, подсвечиваются оранжевым цветом. Да-да, это я умею. Вот шуруповёр, а не дрель. Молодец. Сначала я сказала дрель, а теперь шуруповёр. Теперь самое время установить клиния. Для этого я просто щелкни мышкой по подсвеченным участкам. Так, уберите эту дрель. Так, клин. Клин раз. Клин два. И тут ещё. Тут, тут. Тут, тут. И потом там пеной можно всё заделать. Вот, отлично. Безраю оттену, теперь умеешь устанавливать двери. Да я, в принципе, умела. Отлично. Засчёт пены не переживай. Что не переживать? Давай перейдём к окнам. Давай. В двух видах. Любые окна высотой меньше двух метров называют стандартными. Да. А вот это уже не стандартно. Соответственно, любые окна высотой больше двух метров панорамные. То есть не стандартные. Теперь решать, какие окна поставить и их размер. Это можно делать в планировщике. На этапе обучения будем ставить только одно окно. Купи одно окно в магазине. Окна. А вот. Молодец. Пробу установить его так же, как мы делали с дверью. Тот же принцип. Тоже удовольствие. Чёрные? Пусть чёрные будут. Теперь самое время закрутить все винты. Нам нужно выбрать перфоратор, который дрель. Вот так вот. Псс. Осталось вставить клинья. Оу. Их можно мышкой полуголограммой, да. Я знала, что в окна тоже вставляются клинья. Пеной, пеной, пеной. Ой, ой. Чё случилось с подоконником? Чё случилось? Всё. Ставим подоконник. Отлично. Не забудь, что каждому окну нужен подоконник, а дверь и порог. Я уже всё сделала. Так. Это тоже выравниваем. Ещё и тут у нас будет подоконник. Ну ничего, круто. Сгляни на это панорамное окно. Видишь разницу? Вижу. Можно ещё входить и выходить, наверное. Или нет. Запомни, главное, пока ты решаешь, как будет выглядеть дома. Только ты решаешь. Увидимся на следующем этапе. Ну, поехали. Что же будет следующее? Мы уже всё сделали. Покраска стен? Это я умею после хаосфлиппера. Друг мой. В перегородке это самая любимая часть работы. Кстати, мои соседи тоже обожают звук перфоратора по утрам. Не веришь? Спроси у них. Я вижу, у тебя в одной руке дрель, а в другой щипцы. Ну, пошли, пошли. Канализация. Отлично. Мы в какой-то канализации изучаем азы строительства. Вот фонарик. Начнём с гипсокартонных перегородов. Конечно, сперва придётся наметить их в планировщике. Но для цели и обучения по перегородкам мы наметили всё заранее. Это не моя дверь. Не благодари. Чтобы построить стену, нужны пол, потолок и стеновые профили. Купи 100 штук профилей в магазине. 100 штук профилей. Отлично. Отличненько. Теперь размести их на голограммах и прикрути с помощью дрели. Не забудь, что профили прикручиваются к полу и потолку. Хорошо. Это штука, чтобы... Не знаю. Пока я не понимаю, что мы делаем, но в самом-то деле... Этим я изучала. Я не знаю, какое-то такое. Так, теперь у нас есть к чему крепить гипсокартон. Нужно купить гипсокартон. А, мы сделали каркас. Купи 100 листов гипсокартона. Но, я думаю, на самом деле, стены из гипсокартона... Это же, ну... Никакой шумоизоляции не будет. Вообще. Нулевая шумоизоляция. Кстати, гипсокартон не так выглядит. Вот, не надо. Он внутри беленький. Он внутри беленький, а здесь какой-то ДВП. Ага. Это вообще не то. Тут обманывают. Нас, короче, дурят. Хорошо. Каждая стена должна быть изолированной. Что для изоляции часто используются? Два сплит минеральной ваты? Ага. Минвата. Супер. Перед тем, как закрепить гипсокартон с другой стороны, необходимо уложить внутренний слой изоляции. Но выбери нужный материал в инвентаре и разложи в пустые места. Так, три. Вот. А-а-а. Прекрасно. Теперь все понятно. В принципе, теперь я поняла. Теперь все работает. Когда шумоизоляция обидит. Но это не гипсокартон. Это ДВП. Вот так устанавливают перегородки. Профили крепятся к полу, потолку, листы гипсокартона к профилям. Это понятно. Эй. Кстати, есть еще один тип стен. Бетонные перегородки. Монтируют их совершенно иначе. Сперва укладываю гидроизоляцию. Купи 20 листов изоляции. 20 листов. Потом уложи ее на пол. Ого. Отличная работа. Помнишь, как мы работали с несущими стенами? Теперь тебе понадобится раствор. Он уже в тачке. Раствор остается на мастерке до тех пор, пока не исчерпывается запас. Или как он называется? Господи, я уже столько всего буду знать. Когда делали ремонт, недавно мастер приходил. В принципе, все спрашивали у меня. Есть у нас то, а то, а то или не то. И кажется, теперь... В принципе, уже я буду мастером. По вызову. Так, а как мне туда нашлепать это все? Я смогу? Да. Теперь мне надо проставить везде эти блоки бетонные. Идеально. Превосходная работа. В смысле, разрушить. Поместить на снос планировки, используя ластик. Пожалуй, в этот раз я сделаю это за тебя. В смысле... Всегда можешь рассчитывать на меня. Эй, не надо, я тут построила. Можешь взять кувалду и разрушить ее. Нет! Нет! О, Гуан, хоть я только построила это. Было бы все так легко. Вот ты разобрался со стенами. Как думаешь, что будет дальше? Не представляю. Дом разрушить? О, боже. Думаю, дальше мы будем... Шпаклевать. Да? Привет, друг строитель. Что поднимается и опускается, но остается на одном месте. Лестница. Иди за мной. Вау. Какие у тебя шутички-то. Ай, ты, боже, кусочек эндололома. Можешь построить дом любой формы. Ты можешь построить дом настолько большой, насколько позволит участок земли. Но чтобы добраться до верхнего этажа дома, тебе потребуется лестница. Иногда можно использовать режим слабо на камеры, но это для творческого режима. Этот этаж будет простым, но максимально полезным. Купи одну лестницу в магазине. Так. Лестницы. Купили. Отлично. Заходим в дом, наверное. Теперь выбери ее в своем интере и встави ее на место. Хорошо. Как же с дверями и окнами ты можешь выбрать цвет для лестницы? Выбираем белую. Пусть будет белая. Посмотрим. Вау. Красота. Там ясно видно, что она здесь не подходит. В смысле не подходит? Как я совсем не надоелив, я притворюсь твоим любимым клиентом, который не знает, что ему нравится. Блин, в смысле? Надо заменить меня лестницу. В смысле? Это также относится к разработке игропрограммного обеспечения. Разбей их своей полной. Не-е-е-е. Знаешь, как трудно лестницу ставить? Чуть не слабала стены. Купи другую лестницу в магазине. Хорошо. На, я быстрый человек. Давай построим лестницу снова. Давай, давай черную. Давай коричневую. Видишь, как это просто и приятно. Ага. Каким образом ты сможешь перво-тестировать различные решения, без необходимости монотонно переставлять? Вау. Ну, мы ведь хотим весело провести время, в конце концов. Спасибо за внимание и до встречи. Отлично. Так, надеюсь, это конец, а это еще не конец. Давай быстрее. Мы уже 35 минут этим занимаемся. Освоим многоскатную укладку. В ходе обучения давай попробуем построить шатровую кровлю. В первую очередь понадобится чертеж из магазина. Открой магазин и купи чертеж шатровой кровли. Крыша. Чертеж. Супер. Теперь выбери чертеж и посмотри на верхнюю часть здания. Там появилась голограмма. С помощью колесика прокрути или стрелок джойстика настроить желаемый угол кровли. Подтвердить свой выбор, чтобы начать стройку. Вау. Можно вот такую высокую, а можно вот... А давайте вот такую высокую. Подтвердить. Отлично. Круто. Все нужно же нам. Сейчас это строп... Стропила. Стропила. А сколько купить, он сказал? Сто. Найс. Да. Теперь твое задание размести... Задание размести стропилу по голограмму. Напоминаю, для выполнения высотных работ можно просто поставить строительные лестницы. Отдела здоровья, безопасности, затаял дыхание и скрасил свои крылышки. Так. Берем вот это. Все. Все, все, уберись. А можно подняться? Отлично. Можно сквозь сексуры пройти, подняться. Теперь берем стройпилу. Вау. О, ага. Замечательно. И мы можем даже бегать. Ой, круто выглядит у нас домик. Так. Вау. Круто. О, отлично. Нам даже доставать не надо. Нам главное видеть. А там вот... Там дыра. У меня там дыра вообще-то. Вау. Ну что, красивый домик получился. Так. Идеально. Спасибо. Нужно еще доделать... Что? Большинство скотных крыш оснащаются жалобами для транспортировки воды к водо-досучным трубам. Такое решение позволяет минимизировать намокание стены во время дождя и скинье... Че там? О, господи. Увидимся на следующем этапе. Да, мы еще один будем прокладывать канализационные трубы. Потрясающе. Созвращение. Не думай, что ожидал снова встретиться. Я тоже. Давай, показывай свои трубы. Скорее, ты уже следуй за мной в тренировочную комнату. Встретительство дома отнимает много времени, но приносит удовольствие. И вот как я придумала блестящее решение поделки дома. Мы начинаем с отделки здания снаружи. Видишь оранжевое свечение вокруг всего здания? Это строительная изоляция, которая образовалась на стенах, которые ты запланировал. Купи 200 изилизационных плит. Так. Отлично. Так, теперь утепли стену. Все, хорошо, хорошо, хорошо. Спасибо. Я сейчас утеплю. Помолчи чуть-чуть. Так. Круто, круто. Не думала, что дома тоже утепляют. Они большие довольно плитые, такие толстые. Ладно, что здесь просто можно зажать кнопку. Не щелкать надо все. Так, так, так. Вот тут, вот тут. О, это какие-то профили, если я ставила. Бордюрчики какие-то. Ой, скоро точно будем дома уже строить. С такими симуляторами. Интересно, реально вот кто-то возьмет и так будет по симулятору строить дом себе. И все. И не надо идти обучаться ни на кого. Покупать и покупать. Ну и покупать образование тоже, да. Все, я все сделала. А, нет, я не сделала. Теперь выглядит хорошо. Выберешь стукатурную кельму и изменю инструменты. Каждый раз при выборе стукатурную кельму нужно ставить ведро рядом с собой. Не волнуйся, ведро автоматически исчезает при смене инструмента. Так что ты можешь легко перетащить его по комнате. Можем отделать здание снаружи, используя довольно много материалов. И на довольно многих из них можно менять цвет. Так, а давайте-ка выберем вот такое, класс. Хорошая работа. Вау, круто, круто. Все болтает. Так что у тебя что? Первую достойную текстуру списка на 7. Да, я уже нанесла. Если во время заполнить стену, у тебя закончатся материалы, собери его из ведра, которые ты установил. А здесь можно было даже белье. Хотя нет, здесь нормально. Так, и вот его осталось. Все, а это начинает выглядеть как настоящий дом. Давай зайдем внутрь. Выбери гипсовой пистолет. Выбери гипсовой пистолет из колеса. Стреляя из него, возможно, такая возможность выбыть раз в жизни. Так, отлично. Ух ты, ёшкин-матрёшкин. Круто, круто. Я не понимаю, что мы вообще делаем. Как он сказал, гипсокартон. Мы распыляем его, что ли? Везде просто. Напросто. Можно просто вот так уик прокрутиться и всё. Надеюсь, вас не стошнило. Так. В принципе, думаю, всё. Всё. Везде этот ужасный гипсокартон. А, вот ещё. Фантастика. Тебе кажется, что стену выглядит так, будто штукатурка стекает по ним. Так оно есть. Собери сглаживающий шпатель в меню инструментов. Затем выровняй стены и потолок, чтобы подготовить их. Не забудь, что стена также находится в дверной нише. Как? А-а-а. Ой, как... Как мы быстро это сглаживаем? На самом деле, в жизни это капец как сложно. Господи, что он там делает? Что за звуки? Круто. Не как в хаос-фрипере. Там это долго очень делать надо, всё. Так, всё. А, вот ещё. Прекрасно. Мы готовы к визиту дизайнера интерьера. Но подожди, это же я, я дизайнер. Мы достигли сайта отделки, которая не является обязательной, но оставляет массу удовольствия. Игра в основном простретилась, но чем бы были задания, если бы у них не было полок, покрашенных стен, внешние отделки и мебели? Да. Ты можешь наклеить обои, положить в плитку и покрасить стены. Для обоев и в плитке тебе нужно купить чертёж в магазине. Для цели этого урока давай воспользуемся решением, для которого нужен инструмент. Валик инструмента. Возьми цвет. О, давайте, не знаю, вот это чёрное. У нас всё будет сейчас чёрное. Что он там говорит? Ладно, с разницей просто красим стены. Ой, замечательно. Давайте теперь выберем другой цвет. Потериалы. О-о-о. Давайте вот это. Так. О-о-о, сразу обои наклеили. Круто. А, материала не хватает. Она обои много уходит. Мы прям истинные дизайнеры, короче. Ой, замечательно. Знаменчательно. Так. Пробуем, пробуем. Чё тут ещё? Давайте ещё. Такое есть интересненькое. Сейчас просто всё попробуем. О, плитка. Давайте плитку попробуем. Вау. Класс. Её очень быстро класть, на самом деле, здесь. Но смотрится ничё. Тут прикольно. Отлично. Вау, сколько тут мебели-то. Ванная комната. О-о-о. Ванна-то какая. Теперь ещё как дизайнер могу. Отлично. Так, можно я тебя поверну? Она не влезает. Она не влезает сюда. Она слишком огромная. А как? А как? Она не влезает. Ладно. У нас будет бассейн прямо здесь. Отлично. Прямо здесь бассейн. Хорошо. Ещё два предмета. Так, чё у нас тут есть? У нас есть умывальник. А чё, я не могу купить ничего? Из набора кухонной мебели. А, мне кухню надо купить. Ну, давайте. Давайте. Так, давайте. Кухня у нас будет... Прямо здесь. Ровно. Ровно. Теперь плита. Отлично. Купи одну рамку. 16 на... Ооо, круто! Её можно сделать меньше. Её теперь можно сюда засунуть. А, вот это круто. Вау. Теперь давай расставим кухонную мебель. Уменьшаем её. Уменьшаем. А на сколько её можно уменьшать вообще? Ооо, отлично! Можно готовить на ней. Не знаю, что. Одно яйцо. Если будет такая сковородка ещё. Всё. А сколько холодильник можно... Можно увеличить холодильник. Только уже, кажется, оно не влазит в потолок. Нормально холодильник! Так, влезут все продукты. Только теперь не пройти. Так, встань тут пока. Постой. Если ты интересуешься в дверях, в окнах... Нет, меня ничего не интересует. Давай уже закачивай. Уже всё понятно. Я всё поняла. Давай. Следующий этап. Повесь фоторамку на стену и поймёшь, о чём я. Хорошо. Добро пожаловать в основу... Основ нашей игры. Это называется планировщик. Поскольку его с помощью можно спроектировать дома, а затем его построить. Звучит круто. Правда. Да. Думаю. На этом мы приостановимся. И уже в следующем ролике будем строить дом. Сначала планировщик сделаем. А потом уже будем вручную выстраивать дом. Так что, если ты хочешь в следующий ролик, то поставь лайкосик. Подпишись на канал, на паблик контакте. И ещё есть ссылочка на дискорд сервер. Всё внизу. Всё. Всем пока-пока.